Здравствуйте! В эфире телеканала ИТВ. Наши новости о самом главном расскажут мои коллеги-журналисты. Я, Мэри Бадунс. Крымская граница ничего не грозит из моря. В Балаклаве специалисты обсудили безопасность полуострова. Крым сегодня является полноценным элементом государственной безопасности. Студенты из разных уголков страны предложили варианты, как сделать процесс обучения лучше. В КФУ завершилась Российская студенческая неделя. Морские пограничники гарантируют крымчанам полную безопасность. В том числе и с воды полуострова ничего не угрожает, уверяют хранители покоя. Сегодня на пограничном сторожевом корабле 2-го ранга «Изумруд» прошло очередное заседание специальной комиссии, в рамках которого обсудили приоритетные вопросы в отношении защищенности полуострова. Прежде всего, это развитие инфраструктуры на территории границы. Пограничная комиссия работает на полуострове уже давно. Именно она оценивает потенциальные угрозы и обеспечивает безопасность в пределах приграничных территорий полуострова. В состав входят представители территориальных, федеральных и исполнительных органов государственной власти республики. На сегодняшний день жителям Крыма ничего не угрожает – граница на замке. Крым сегодня является полноценным элементом государственной безопасности. Жители Крыма, как и жители отдельных других субъектов Российской Федерации, защищены всеми соответствующими институтами власти. Граждане республики защищены государством, а все неприятные инциденты внешнеполитического характера, я думаю, в скором уйдут в историю. Постепенно, но уверенно на границе проходят плановые работы. Пункты пропуска становятся более удобными и практичными. Каждый пересекающий государственный рубеж россиянин должен чувствовать себя комфортно. Уверен начальник пограничного управления ФСБ России по республике Крым Юрий Звирик. На работы из бюджета государства выделено более 400 миллионов рублей. Одним из показателей нашей активной деятельности в этом направлении – это совершенствование пунктов пропуска, которое по сути трех пунктов пропуска – Армянск, Джанко и Перекоп – начнется уже в этом году. И завершится в первой половине 2017 года, где будут действительно созданы благоприятные условия не только прохождения паспортного контроля, но и созданы все условия для благоприятного нахождения там. Напомним, государственная пограничная комиссия начала свою деятельность более полугода назад. За этот период никакой опасности для жителей Крыма с воды зафиксировано не было. Дарья Костенко, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Крыму разработали график ограничения подачи газа на некоторые предприятия в случае аномальных холодов. Подразумевается, при сильных морозах и сложных технических поломках на газотранспортной системе полуострова Симферопольская и Камуж-Бурунская ТЭЦ, Крымский содовый завод, а также завод титановой инвестиции перейдут на альтернативные источники топлива. По словам министра топлива и энергетики Крыма Светланы Бородулины, для введения в эксплуатацию газопровода Крымстагдарский край Крым предусматривается всевозможные негативные последствия ухудшения температурного фона. При возникновении непредвиденных ситуаций эти объекты, обладая резервными источниками энергии, смогут кратковременно перейти на автономный режим обслуживания. Также сообщается о втором графике ограничения подачи газа. В него внесено 126 крымских предприятий, включая сельскохозяйственные. Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, графики будут вводиться только в случае экстренного положения. Газопровод Краснодарский край Крым должен объединить полуостров с материковой частью России. Протяженность газовой системы 400 километров. У коллектива государственного управления Крым-троллейбус появился новый генеральный директор. Прошлого начальника Александра Швейкуса уволили в связи с внутренним расследованием. Новым руководителем стал Ростислав Попов. Ранее он занимал должность главы муниципального управления Сочи Автотранс. В последнее время управлял Симферопольским троллейбусным парком. У Попова уже есть планы по усовершенствованию работы троллейбусной системы. Он намерен в первую очередь разработать проект модернизации контактных линий в Симферополе, Ялте и Алуште. Кроме того, новый гендиректор предлагает ликвидировать дублирующие друг друга маршруты. По его мнению, то позволит сэкономить средства в пользу зарплаты работников ГУПа. Следственный комитет Республики задержал подозреваемого о причастности к потоплению плавкрана в акватории Черного моря. В ходе следствия выяснилось, директор филиала не проконтролировал исправность механизма и его безопасность для использования экипажа. Корпус судна был поврежден, его не отремонтировали как положено. Тем не менее, буксир «Меркурий» начал отгонять кран к суше. В результате он затонул в четырех километрах от берега. Сейчас подозреваемого задержали, завели на него уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения морского транспорта, повлекшее гибель двух или более людей по неосторожности». Напомним, всего на борту плавучего крана было восемь человек. Пять из них спаслись, еще трое членов экипажа пока не найдены. Более 80 крупнейших университетов страны поучаствовали во Всероссийском форуме студенческой молодежи «Российская студенческая неделя». Обсудили перспективы трудоустройства будущих специалистов, поделились планами и идеями на тему, как сделать процесс обучения лучше. По итогам недельного общения участники форума составили план действий до конца следующего года. Присоединились к неделе студенчества и в Крымском федеральном университете, где сегодня завершился последний день форума. На протяжении последних пяти дней студенты различных структурных подразделений КФУ принимали участие в научной конференции. Работали в команде, приобретали новые знания и опыт. Организаторы отмечают, мероприятие несомненно дало желаемый результат. Полученные навыки помогут будущим не только студентам, но и преподавателям. Форум «Российская студенческая неделя» одновременно проходил в более чем 80 вузах страны. Значимость этого события отметила министр образования, науки и молодежи Республики Крым Наталья Гончарова. По ее словам, за последние два года высшие учебные заведения полуострова прошли непростую реорганизацию. Было ликвидировано большое количество университетов, не отвечающих базовому научному уровню. Сегодня в Крыму остается 10 учреждений, где можно получить диплом о профильном образовании. Все они имеют лицензии и по праву считаются надежными источниками новых знаний. Теперь дело за малым. Окончательно завершить этап вхождения в российское студенческое сообщество и минувший форум – значительный шаг на пути к данной цели. Я искренне благодарна Оргкомитету, потому что знаю тех людей, которые вошли в Оргкомитет. Это люди, которые сами с хорошим содержанием внутренним. И очень искренне надеюсь, что форум действительно прошел с пользой для каждого. И не обязательно эта польза должна проявиться вот уже сейчас или на следующей неделе. Но это такие вещи, как навыки, они имеют свойство накапливаться и обязательно потом приносят пользу. Также сегодня подвели итоги конкурсов для активных студентов. По нескольким номинациям организаторам мероприятия вручали ценные призы. Их обладатели говорят, последняя неделя получилась крайне увлекательной и запоминающейся. В определенные дни, например, когда проходили дебаты, студенты могли продемонстрировать все свои коммуникационные и научные знания. Проведение данных мероприятий является, безусловно, актуальным для каждого из студентов нашего региона. Это очень повышает активность, очень настраивает молодежь на нужный лад. И я хочу порекомендовать каждому принимать участие в таких форумах как можно чаще, подчеркивая для себя все самое полезное и самое нужное. Все очень понравилось. Мы получили сертификаты. Также участница с нашей академии выиграла подарок, главный подарок, это колонки, акустическую, точнее, систему. Мы всем довольны. Спасибо большое организаторам за такое мероприятие масштабное. По итогам форума студенты получили сертификаты, которые подтверждают участие в ночной конференции. Главным итогом недели в КФУ стал составленный план деятельности актива студенческого движения на период до конца следующего года. Егор Зайцев, Борис Давидяк, Служба новостей и ТВ. Во второй части выпуска не пропустите. Готовность защищать родину с детства для симферопольских школьников провели урок мужества. Кто никак не Дмитрий Донской, не Александр Невский, Федор Ушаков и многие воины, которые прославлены церковью, должны быть примером. Необычный пассажир в симферопольском аэропорту львица Лола из Челябинска, спасенная от усыпления, теперь будет жить в сафари-парке Тайган. Как поймать преступника и научиться отражать нападения на улицы? Сотрудники крымского спецподразделения МВД России «Беркут» детально продемонстрировали свои навыки симферопольским школьникам. По инициативе симферопольской и крымской епархии на базе столичной 20-й школы они провели урок мужества для подрастающего поколения. Это непростой урок. Вне школьных аудиторий, без учебников и заданий. Сегодня практические навыки борьбы и задержания преступников показали мужественные крымские силовики. Демонстрация навыков рукопашного боя вызвала у ребят радость и удивление. Эмоции от увиденного самые разнообразные. Но однозначно происходящее на площадке заинтересовало каждого школьника. Здесь все не по нарожку. Профессионалы спецподразделения ОМОН «Беркут» показали не только, как победить в рукопашном бою, но и как побороть нападающего преступника. Вместе с дрессированным питомцем они продемонстрировали нешуточный акт задержания. Визит крымских силовиков в школу – завершающий этап тематической акции. На протяжении недели проходили мероприятия в память святого адмирала Федора Ушакова. Приуроченные также к дате 320-летия российского флота. Ребята на протяжении недели готовили рисунки, была проведена выставка рисунков, готовили творческие задания, рассказывали о жизни Федора Ушакова. И вот сегодня у нас такое заключительное мероприятие. Для детей визит силовиков знаковый. Ведь это школа с духовно-нравственным направлением. С первого класса ребятам прививают православную культуру и воспитывают их в духе патриотизма. Директор школы считает, детям необходимо знать историю России и героев своего государства. С таким мнением согласны и православные деятели. Кто никак не Дмитрий Донской, не Александр Невский, Федор Ушаков и многие воины, которые прославлены церковью, должны быть примером для наших ребят, для нашей молодежи. Не те герои боевиков иностранных, псевдогерои, которые ничего не значат, ничего не стоят. И как завершающий этап этой недели, сегодня будет выступление из спецподразделения Беркут ОМОН, показательное для того, чтобы ребятам показать, что умеют наши защитники и к чему нужно стремиться. По окончании школьникам разрешили не просто потрогать, но и примерить шлемы и бронежилеты сотрудников ОМОН «Беркут». Увесистое облачение особенно понравилось юным представителям сильного пола. Тоже чувствуешь себя там ОМОНом. Ты бы хотел стать военным? Да, чтобы защищать свою родину, защищать страну. Как тебе вот находиться в таком вот облачении? Нормально. Тяжело? Нет. Хотел бы стать военным? Да. Инициатива провести такое мероприятие появилась у Симферобольской Крымской епархии и Министерства образования Республики. Ребята восприняли происходящее с улыбками, однако практические навыки ОМОН «Беркут» зачастую приходится использовать строго по назначению в серьезных случаях. Анастасия Калугина, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ. Лучшим крымским спортсменом последних месяцев именные часы от главы Республики. Сергей Аксенов поблагодарил лидера всероссийских соревнований. Чемпионов чествовали в Совете Министров. На приеме побывали представители таких видов спорта, как универсальный бой и бокс. Это спортсмены и их тренеры. Все они в этом месяце завоевали награды чемпионатов мира. На приеме у главы Республики трое спортсменов. Два боксера и представительница слабого пола. Участница соревнований по универсальному бою. Ее зовут Анастасия Крюкова. Девушка стала триумфатором чемпионата мира, который проходил в городе Медынь Калужской области. А Вадим Кудряков и Рустам Мустафаев смогли сделать то, что раньше еще не удавалось боксерам-студентам из Республики. На седьмом чемпионате мира, который проходил в тайвандском городе Чангмай. Спортсмены выступили в составе российской сборной. Кудряков сумел стать чемпионом, разгромив в финальном бою тайваньца Ту Повэя. А Мустафаев, который также боксировал в решающем поединке, удостоился серебряной медали. Ребята наши с честью выступают на соревнованиях самого различного уровня. К тому подтверждению чемпионата мира, он хоть и среди студентов, но, уверяю вас, что это очень почетная и трудная миссия, так сказать, отстаивать крымский бокс и крымскую честь на соревнованиях такого высокого ранга. Слава Богу, что у нас есть такие ребята, что у нас есть такие тренера, которые в состоянии подготовить достойных спортсменов и представлять нашу республику на всех уровнях, включая международные. В любом случае, то есть вот всех ребят, кто показывает такие достижения, надо просто вести дальше, ну прямо за руку и создавать им условия. Все трое спортсменов, кроме медалей, могут добавить в коллекцию сувениров еще одну почетную награду. Глава республики презентовал каждому из них именные часы. Тарас Березицкий, Служба новостей и ТВ. Из тесной клетки на простор. Львица Лола из далекого Урала обрела новый дом в Крыму. Спасением для нее стал сафари-парк Тайган. Дикое животное уже с первых месяцев после рождения столкнулось с человеческой жестокостью. Ее жизнь висела на волоске. После реабилитации в Челябинском центре защиты диких животных и птиц, молодую львицу встречают в Симферопольском аэропорту. Сегодня в аэропорт Симферополя прибыл необычный пассажир. Его с нетерпением ждут сотрудники сафари-парка Тайган. Ведь с далекого Челябинска прилетел их новый питомец, львица Лола. Несмотря на молодой возраст, животному не этой годы, она уже успела ждить на себе, что такое человеческая жестокость. Если животное чувствует, что человек один раз предал, он очень осторожничает уже с людьми. Но Лолочка перестала верить, что люди это враги. Она верит, что мы друзья. Вот и мы прилетели к друзьям. А это и есть спаситель Лолы из Челябинский доктор Айболит. Выходив в животное, Карен принялся за поиски нового дома для хищницы. И первым, кто откликнулся, стал Олег Зубков. Сначала ознакомиться с новым хозяином, львица стеснялась, но освоилась быстро. Растили Лолу для развлечения туристов в одном из частных развлекательных центров. Там львицу содержали в тесные клетки, а кормили хищницу одной лишь кашей. Как только бизнес перестал приносить хозяевам доход, его решили закрыть, а животное усыпить. Это здоровое, красивое животное. Кошку и собаку жалко усыпить, порой даже больную. А здоровую львицу, как у кого-то такие мысли были, мне совершенно непонятно. Как и непонятно, почему эта львица должна была проделать маршрут самолетом с Урала до Крыма. Крыма, неужели ни один из зоопарков России не мог создать подобный вольер на своей территории и обеспечить достойные условия для содержания. Мне просто страшно становится, что так получается. С просьбой забрать животное, к Рену обратились сотрудники этого развлекательного парка. Несмотря на отсутствие подходящих условий в его реабилитационном центре, защиты диких животных и птиц, зоозащитник все же принял львицу к себе. Попала она к нему, больная, к тому же из-за неправильного питания страдала ожирением. Месяц грамотного ухода за диким животным и Лола пришла в норму. Ее посадили на жесткую диету. Львица съела почти всех кроликов в питомнике, шутит его директор. Привыкать к просторам в сафари-парке Тайган Лола будет в этом вольере. Здесь она будет находиться ровно месяц одна. Но думаю, скучной и не будет, потому что прямо в соседнем вольере живут тигры. Вот и состоялась первая в жизни Лолы встреча с себе подобными. Соседья львица встретила без боязни и агрессии. Призна хорошей, ведь через месяц ей предстоит выйти на просторы сафари-парка Тайган и обрести свой прайд. Попадет она в непривычные, но природные для нее условия. Ведь сафари-парк Тайган – это имитация дикой жизни хищников. На этих просторах живут 75 львов. Чувства замкнутости в клетке у этих животных нет. Как отметил спаситель Лолы, на материке это место уже получило славу рая для львов. Юлия Попович, Мэри Бадунс, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ, Белогорский район. К этому часу у меня все. В студии была Мэри Бадунс. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова